Я приветствую вас на канале Банковский. Сейчас мы с вами разберем тему, как же оплатить кредит, если у вас нет карты Сбербанка. Это, наверное, такая иногда встречающаяся, наверное, по большей степени тема, поскольку... И вопрос, поскольку сейчас каждый банк, который выдает кредит, старается выдать вместе с кредитом и свою карту банковскую. Для того, чтобы человек и пользовался, пользовался услугами банка, ну и в дальнейшем как-то продвигался в сфере пользования услуг у данного банка. Поэтому, если вдруг у вас есть кредит в Сбербанке, но нет карты Сбербанка, то не расстраивайтесь, как бы в этом ничего страшного нет. Такие ситуации бывают. Сейчас в наше время оплатить можно любой кредит, не имея личного кабинета, к примеру, да, к которому мы так все привыкли, а просто обратившись в отделение Сбербанка. Когда вы оформляете кредит, и у вас сотрудники банка, к примеру, спрашивают, есть ли у вас карта банковская, хотите ли вы ее оформить. Если вы от этого отказываетесь, то вам предоставляется договор, где сотрудник банка может вам отметить по пунктам те данные, которые нужны будут вам для дальнейшей оплаты кредита. Кредит от Сбербанка можно будет оплатить, имея там договор на руках, да, и наличные, так как у вас нет, к примеру, банковской карты. Сделать вы это можете, к примеру, даже в терминале Сбербанка, и независимо от банковской карты, вы просто выберите пункт оплата кредита, внесете все данные и внесете наличные в банкомат. Главное, выбирайте банкомат, где есть внесение наличных, а не только снятие. Тогда, к сожалению, если там только снятие, то вы не сможете внести деньги для оплаты. Либо же другой вариант, это личное обращение в отделение Сбербанка, берете талончик, дожидаетесь своей очереди и предоставляете сотруднику банка договор и паспорт для оплаты ежемесячного платежа. Деньги вносите также наличными, отдаете и получаете квитанцию по оплате. Также вы можете это сделать из какого-то стороннего сервиса, к примеру, там электронные кошельки какие-то. Но это не столь распространено, потому что не каждый пользуется электронными кошельками, не у каждого там есть на балансе какие-то средства, и не каждый захочет заводить этот кошелек для того, чтобы пополнять оплату, пополнять кошелек, потом оплачивать с кошелька кредит, поскольку это еще и процент за использование. Электронные кошельки взимают процентом от 2,5%, поэтому это не очень распространено, проще, конечно, прийти тогда уже в отделение банка и оплатить кредит. Также, конечно, можно еще оплатить кредит и в сотовых ритейлах. Сотовые ритейлы принимают практически кредит от любого банка, но точно так же там будет комиссия. Поэтому отделение Сбербанка и банкоматы Сбербанка это самый беспроцентный и быстрый перевод на кредит Сбербанка, не имея банковской карты. Под этим видео есть ссылки на лучшие кредитные дебетовые карты, можете ознакомиться. А это видео было записано специально для канала Банковский. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!